Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Продолжаем следить за основными событиями, анализировать динамику активов, собственно, она является следствием этого фундаментального фона, прогнозировать то, что может произойти с нашим типичным набором инструментов в ближайшее время, ну и, конечно же, в целом придерживаться тех взглядов, которые мы разделяем уже на протяжении многих месяцев подряд. Друзья, сразу хочу отметить то, что замакая июнь, мы, в принципе, можем подводить итоги первых шести месяцев, то есть полугодия, в связи с этим в ближайшее время я думаю то, что запишем очередной ролик, который с визуальным оформлением, зная то, что вот такой формат пришелся многим по душе, это, скажем, цикл роликов Пульс рынка. Думаю то, что я предложу несколько интересных идей, опять же, на оставшуюся вторую часть 2017 года. Ну а сейчас в целом мы можем сказать то, что замыкаем мы первые полугодия, безусловно, гораздо лучше, чем начинали. И та же самая нефть, американский фондовый рынок, еще парочку инструментов рисковых активов, и, в частности, я надеюсь, что до конца недели мы получим в плане реализации еще и более высокие цели, которых нам удастся достигнуть по доллару, и, соответственно, можно будет уже не горевать по поводу тех потерь, которые мы понесли с вами после, опять же, разочарования Трампа. Сейчас ситуация улучшается. Ну, конечно же, не хочется накапать. Я просто хочу, друзья, вас поблагодарить, поскольку знаю, что то, что нам сейчас удается заработать, это не просто, скажем, следствие того анализа, который мы проводим, стараемся более, скажем, глубже копнуть, чтобы понять потенциальные движущие силы. Это еще и заслуга, наша общая с вами, потому что я неоднократно делал акцент на то, что очень большое дело – это наша совместная визуализация. Поэтому те, кто придерживался прежних взглядов в отношении, опять же, того же самого фонда и верил в то, что этот актив должен все-таки быть в числе аутсайдеров, друзья, большое вам за это спасибо. Ну и нефть, я думаю, что мы в какой-то мере тоже с вами толкнули вниз, потому что действительно верили, что этот актив аутсайдер, и на основании тех релизов, которые получали прогнозы в докладах ответственных ведомств, знали то, что туда ему и дорога. Ну и, конечно же, вот из последних новостей, то, что происходит с российской валютой, это тоже в соответствии с нашими с вами ожиданиями. Вымучили мы, собственно, у данного инструмента ту динамику, которую нам нужна после пробоя 58, как мы с вами говорили. Импульс оказался настолько серьезным. Все-таки очень много денег было в отношении, опять же, той потенциальной девальвации, которая должна была случиться, в принципе, еще очень давно с курсом рубля, учитывая текущие цены на нефть. Но лучше поздно, чем никогда. Поэтому то, что мы сейчас уже в одном шаге от 60, это тоже, друзья, следствие верному фундаментального анализа и следствие нашей с вами совместной визуализации. Ну ладно, поговорим еще о рубле. Давайте все-таки вернемся к нефти, потому что приятно возвращаться к этому активу тогда, когда он действует именно так, как мы с вами и говорим, прогнозируем. Собственно, клоу вчерашнего дня 45,79, сейчас актив торгуется на отметке 45,93. Признаю, друзья, то, что мы вчера видели не просто минимальное значение с начала этого года, это минимум за последние 8-9 месяцев. И, честно говоря, чудом мы не добрались до нашей с вами заветной цели в 45 долларов за баррель. Опять же, проводя разбор полетов, мы прекрасно понимаем то, что улучшение настроений – это все следствие усиливающегося буквально с каждым днем, с каждой недели скепсиса участников рынка в том, что при всем уважении к ОПЕК и такому понятию сделки, как энергетический пакт, всех этих совместных усилий, направленных на совокупное ограничение добычи на 1,8 миллиона баррелей, а в сутки даже, опять же, при появлении переменной того, что эту сделку продлили до марта 2018 года, мы уже с вами прекрасно понимаем и видим то, что этого явно недостаточно. Недостаточно для того, чтобы сломить вот этот нисходящий тренд и остановить вот это бесконтрольное ослабление давления, которое на текущий момент оказывается на котировке черного золота. Опять же, на прошлой неделе у нас было с вами очень много докладов, прогнозов влиятельных и значимых для всего рынка рейтинговых ведомств, институтов. Опять же, мы старались найти дополнительные аргументы для нашей короткой позиции в них, и там особо стараться не нужно было, потому что, наверное, другие выводы, кроме как поставить на коррекцию после тех цифр, которые мы получили от ОПЕК, от Администрации энергетической информации и Международного энергетического агентства, на другие цифры поставить, в принципе, и ориентиры нельзя было. На этой неделе, как вы видите, на рынке присутствует другой триггер для котировок нефти. Это обновленная статистика по объемам добычи, по росту производства в тех регионах, которые мы также, как и штатам, некоторое время назад поставили, опять же, статус, отвели статус регионов, влияющих на перспективу нефти. Это Ливия и Нигерия, тоже очень серьезные производители в глобальном плане. И самое важное, это такие же регионы, как и США, которые не обременены сейчас условиями этого энергетического факта. Поэтому, в принципе, могут делать все, что им забыло рассудиться, поскольку на них не распространяются никакие квоты, никакие обязательства, за которых их можно было бы наказать теми же самыми силами мониторинговых ведомств, которые поставлены блюстить и контролировать ситуацию и контролировать соблюдение, собственно, этого энергетического факта. Они могут увеличивать добычу в соответствии с теми производственными мощностями и в соответствии с возможностями, которые у них есть. И вот, друзья, по Ливии, в целом, по-моему, в начале недели мы уже с вами говорили, еще раз напомню то, что по планам, которые были обозначены, собственно, крупнейшими нефтяными ливийскими компаниями, есть, опять же, потребности, амбиции с очень высоким шансом на реализацию поднять производство с текущих 820 тысяч баррелей в сутки до 900 тысяч уже в ближайший месяц-полтора с потенциалом доведения планки подобычи до 1 миллиона баррелей к концу этого лета, к концу летнего сезона. Пока что у нас нет сообщений о каких-либо факторах эскалации геополитической напряженности, без столкновениях, из-за которых можно было бы сослаться на риски блокирования крупнейших нефтяных терминалов и хабов, мы не будем развивать эту тему, а просто смиримся с тем фактом, что действительно до конца летнего сезона Ливия может реализовать все задуманное. Если на рынке поступят дополнительные объемы предложения, тогда мы с вами абсолютно логично снова вспомним про прогноз международного политического агентства, которые вручили сохранение переизбытка не только до конца этого года, а уже говорили, что за счет действий стран вне ОПЕК, за счет сохранения высоких показателей, даже 2018 год будет годом, когда предложение станет продолжить существенно опережать спрос со стороны мировой экономики. Помимо Ливии, друзья, хочу обратить ваше внимание еще на статистику из Нингерии. Так вот, по последней информации, она появилась на рынке буквально вчера, есть тоже в планах поднять экспортные поставки, нарастить их до 226 тысяч тоже до конца этого лета, чтобы вы понимали, насколько это больше, чем в прошлый раз, практически вдвое, примерно на 160 тысяч, больше, чем те показатели, которые мы наблюдали с вами месяц назад. И я думаю, что эти планы тоже вполне реализуемы. Соответственно, Ливия, Нигерия, Соединенные Штаты Америки – это вот то географическое трио, которое будут и дальше топтать все усилия ближнего и восточного картеля по ограничению производства нефти. Поэтому, друзья, помимо этих данных, мы с вами еще параллельно обращаем внимание на статистику по добыче нефти, по запасам в США. В частности, вот вчера вышла оценка от Американского института нефти. Думаю, что вы уже обратили внимание на отчет. Запасы нефти снизились, а вот запасы бензина выросли. И мы на этой неделе, с вашего позволения, давайте сделаем ставку больше на запасы бензина. Сегодня в 17.30 нашему вниманию будет представлен релиз от Министерства энергетики США. В ходе прошлой недели рост запасов бензина стал фактором серьезного давления на котировки нефти, потому что трейдеры признали тот факт, что в летний сезон повышенной активности автолюбителей наблюдать рост запасов – это все равно, что констатировать резкое падение внутреннего спроса. Это серьезный медвежий сигналный знак. Поэтому, если мы в ходе этой недели, то есть уже сегодня, в 17.30, снова получим статистику роста запасов бензина, думаю, что этого фундаментального катализатора может оказаться вполне достаточно, чтобы породавить уже окончательно котировки нефти к нашей с вами цели в 45 долларов за баррель. Поэтому ориентир, собственно, обозначен, давайте только ему следовать и дальше. Российская валюта 59.62, здесь уже идет инерционный, скажем, откат, сдерживающийся в последнее время пружины, как мы с вами говорили, то, что сдерживать девальвацию можно сколько угодно, но вот тогда, когда сработает вот этот щелчок, механизм, когда очевидно уже, что больше откладывать неизбежную реакцию уже никак нельзя, трудно это делать, импульс проявится во всей красе, и рубль ослабнет не постепенно, не последовательно, там, по полрубля за неделю, это ослабление будет довольно-таки существенным. Вот мы видим то, что пара уже потеряла больше 5%, точнее, российской валюты против доллара, да и против евро тоже. Мы наблюдаем реализацию восходящего сценария, и сценария, связанного с ожидаемым ослаблением и девальвацией российской валюты. 59.62 сейчас на премаркете котировки, через 20 минут стартуют торги на российской бирже, ждем еще большего пресса на курс рубля, и ждем то, что сегодняшнюю торговую сессию, друзья, мы с вами закроем выше 60. Я думаю, что это также еще не предел, пойдем мы повыше, если, конечно же, цены на нефть продолжат как минимум хотя бы лежаться на текущих значениях. Дальше, доллар против японская иена. Сейчас котировки у нас по этой валютной паре 111.23, чуть ниже, чем мы говорили с вами и наблюдали в рамках вчерашней торговой сессии утреннего брифинга. Но здесь я хочу обратить ваше внимание на несколько негативных моментов, которые в этом будут иметь какое-то благосрочное продолжение. Как вы знаете, какой-то статистики сейчас интересной у нас нет, но мы продолжаем активно отслеживать комментарии монетарных властей, представителей, которые делают заявления по поводу монетарных курсов, курсов денежно-кредитных политик самых интересных для нас центральных планов. Вот в отношении, опять же, американской экономики я хочу обратить ваше внимание на вчерашний комментарий главного финансиста, казначея Стивена Манучина, который, опять же, изменил своему прошлому подходу по оценке ситуации с долларом и отметил то, что дорогая валюта на самом деле тоже имеет свои негативные последствия. Но я думаю, что он, прежде всего, намекал на то, что курс доллара высокий наносит определенный вред экспортно-ориентированным отраслям. Но также Манучин отметил то, что решение, опять же, федеральной земной системы начать постепенно сокращать баланс. Это правильный подход и ожидает то, что эта идея, этот посыл будет реализован в ближайшее время. Следом за Манучином выступал Эванс и Розенгаль. Эванс также немножко поумерил интерес к доллару, поскольку отметил, что следующее повышение процентной ставки, скорее, из последних релизов, скорее всего, поедет уже не на сентябрь, а на декабрь. Но позиция Эванса может очень быстро измениться, к примеру, если в последующие месяцы мы будем получать обнадеживающие данные по росту индекса потребительских цен. Поэтому этот комментарий просто анализируем, принимаем к сведению, но не делаем из него каких-либо поспешных и неправильных выводов. И уж точно не делаем выводов на основании отдельного комментария о том, что доллар будет дальше слабее. И замыкал вот эту словесную риторику Розенгаль, который хоть и отметил, что американская экономика по-прежнему готова к повышению процентной ставки, но добавил во время своего выступления в Амстердаме то, что трейдерам, участникам рынка и инвесторам в случае чего нужно будет смириться и с более длительным периодом низких процентных ставок. Риторика тоже двойственная, друзья. С одной стороны, и признание факта целесообразности дальнейшего повышения процентной ставки, но с другой стороны, при ухудшении макроэкономического фона ФРС может придержать лошадей. Уж не знаю, какой из, опять же, выводов стоит поставить, опять же, на передовую и, собственно, анализировать дальше. В целом, я думаю, что не нужно забивать себе голову о тем, что мы вчера услышали от представителей американского регулятора, хоть и чиновников такого высокого уровня. Нас, прежде всего, интересует позиция Джанет Йеллен, потому что она лидер мнения. И мы помним то, что Джанет Йеллен уже сослалась, действительно, на слабые макроэкономические отчеты, но отметила то, что ФРС лично она не будет изменять прежнему прогнозу и отказываться от более жесткой монетарной политики только по причине нескольких слабых отчетов, особенно такого волатильного показателя, как инфляция. Поэтому, друзья, по доллару не нужно расстраиваться. Думаю, то, что американская валюта продолжает копить силы, сплачивать все больше и большее количество быков. Против иены у нас по-прежнему длинная позиция, ставим на то, что пара заберется еще выше. И моя цель максимум до конца этой недели оказаться по USD-йене выше отметки 112.50. Доллар против фунта, точнее, британская валюта против доллара. Ну, вы сами все прекрасно видели, фунт обвалился в соответствии с нашим с вами прогнозом. Я снова обращаю ваше внимание на то, что у такой динамики было несколько причин. Ну, во-первых, то, что на прошлой неделе мы помним, как Банк Англии пересмотрел прогнозы по инфляции и позволил, точнее, рекомендовал всем, кто следит за тем, что происходит с потребительской активностью, торгует фунтом, британским фондовым рынком, смеется с тем фактором, что ослабление фунта, как следствие Брэкзита, стало причиной очень резкого роста инфляции. По версии Банка Англии, инфляция выйдет за пределы 3% уже этой осени и окажет еще большее давление на уровень располагаемого дохода. У нас была очень интересная динамика, ставшая следствием распределения голосов, которые изменилось по сравнению с прошлым заседанием. Трое из представителей американского, точнее, британского регулятора голосовали за целесообразность повышения процентной ставки. Но вы помните то, что ФОПС уже принимать решение не будет в голосовании, поэтому мы можем говорить о том, что за повышение ставки только двое против пяти, и, соответственно, каких-то серьезных позиционных изменений сильных не произошло. Плюс ко всему, я позволил себе сделать вывод о том, что большинство представителей британского регулятора по-прежнему выступают за целесообразное сохранение мягкой экономической политики, потому что ужесточать условия на внутреннем рынке, тогда, когда мы имеем дело с очень скромными показателями экономического роста, с низкими значениями потребительской активности, и не знаем еще, насколько жесткий будет процесс по Брэкзиту, повышать ставки сейчас крайне неправильно. Я вчера рекомендовал и допускал то, что во время конференции Карни он попробует разобрать ситуацию в ходе прошлого голосования. И еще раз напомню трейдерам то, что никакого повышения процентной ставки не будет. Поэтому, как только на рынок пришел комментарий о том, что повышение ставки в лучшем случае, если и произойдет, то не раньше конца 2018 года, и, скажем, не стоит настраиваться на ужесточение политики до тех пор, пока не будет взята под контроль ситуация с индексом потребительских цепей, не стоит. Мы тут же увидели моментальную реакцию трейдеров, фунт обвалился на фигуру, сохраняет давление по, собственно, текущий час. Я думаю то, что фунт будет сыпаться и дальше, друзья. Наша с вами цель 1.25. Учитывая то, что за одну торговую сессию потерь британца против доллара превысили 150 пунктов, мы смело можем рассчитывать на то, что по инерции актив окажется даже ниже отметки 1.25 в считанные ближайшие дни. Думаю то, что многие присоединились к сделке продажи, даже многие уже заработали, но пока цель 1.25 не достигнута, значит, из пары фунт-доллара не выходим. Сегодня в 14.00 по московскому времени нас ждет выступление еще одного представителя британского регулятора. Пожалуй, повторим риторику карни, давление на фунт усидится. Из других валютных пар европейская валюта против доллара. Здесь интересного мне отметить нечего. Единственное, что европейская валюта продолжает снижаться, но это, опять же, следствие все-таки изменения, опять же, и рыночных настроений. Вот мы ждали, когда произойдет сдвиг в позиционировании. Сейчас хоть и существенных изменений не случилось, но мы видим то, что короткая позиция начинает все-таки слабеть. То, что в этом направлении денег все меньше и меньше. Хотя по-прежнему за этим направлением доминирующая, собственно, идея трейдеров. По фундаменту мы уже говорили с вами про ИЦБ. Мы знаем то, что будет делать Европейский центральный банк дальше. Мы знаем то, что происходит про американского регулятора. Мы разобрались с политикой. И сейчас остается только надеяться и ждать, когда же определиться с вектором американский доллар. Потому что он, как ни крути, остается основной силой для всего рынка Форреса. Поскольку я отметил то, что у доллара есть очень хорошие шансы на дальнейший рост, я пока все-таки рекомендовал бы долгосрочным и среднесрочным трейдерам даже не задумываться о том, чтобы выйти из короткой позиции по евро. А вот что касается косрочной динамики, то пока держится отметка 1.11, друзья. Все-таки есть вероятность еще прокатиться до более высоких ценовых значений и снова оказаться выше сопротивления 1.12. Евро не очень динамично ходит. Давайте просто следить за ситуацией, если за сегодняшнюю торговую сессию. Производят какие-то серьезные изменения. Я вам об этом завтра расскажу. И с вашего позволения еще пару слов про Франка. В ходе состоявшегося выступления вчера представителей швейцарского регулятора мы получили в плане комментариев то, на что и надеялись услышать. Это интервенции, возможно, в любой момент. И в случае дальнейшего роста Франка, собственно, эти интервенции могут привести к резкому ослаблению. Также Национальный банк Швейцарии пересмотрел показатели экономического роста с 1.6 до 1.4%. Это тоже следствие, опять же, чрезмерно возросшего, укрепившегося курса национального валютного актива. С ним нужно бороться, как уже было отмечено, Жорданом, который возглавляет Национальный банк Швейцарии. Поэтому по Додору Франку, друзья, я снова рекомендую вам присмотреться к этой паре и ставить только на покупки. СНП у нас свалился вчера с локальных максимумов. Сразу, как только мы с вами зафиксировали наш заветный уровень и вышли из сделки, обвал американского фондового рынка. Следствием стал, опять же, тех потерь, которые понес сектор энергетики из-за снижения цен на нефть. Я думаю, то, что пока негативная динамика будет доминировать в рамках американской фондовой секции. Но она нас особо сейчас не интересует, потому что мы уже сняли максимум сливок, заработали столько, сколько хотели на этом, собственно, рынке. И я лишь продолжу следить за фундаментом. Если появятся какие-то намеки на то, что можно еще прокатиться на возобновление Буча Урали, может быть, появятся какие-нибудь новости по поводу стимулирующих мира Трампа, тогда, собственно, дам вам об этом знать. Доллар канадец понемногу восстанавливается, тоже в соответствии с нашим ожиданием. И хорошо, поскольку восходящая динамика сейчас данной валютной пары является следствием того, что канадец, как ни крути, но не может противостоять обвалу цен на черное золото. Поэтому, как только у нас замаячит снова поддержку 45 долларов за баррель, я думаю, то, что по паре юрисдикат мы быстренько с вами окажемся выше отметки 1.33. Сейчас по этому дуэту активов котировки 1.32.68 практически на полсотни пунктов выше, чем уровень, который мы с вами отмечали во время вчерашнего грифинга. Ну, друзья, на этом, собственно, все. Еще из важных событий сегодня ждем 17.30 запаса нефти и бензина в Штатах. И в переходе с авторника, точнее со среды на четверг в 0.00-0.00 минуты по московскому времени пройдет заседание Резервного банка Новой Зеландии, где будут пересматриваться параметры денежно-кредитной политики. Ставка на текущий момент находится на отметке 1.75%, она без зоны не будет изменена. Но послушаем сопроводительное заявление, посмотрим, что будет отмечено. Я уверен, что будет сделан очередной акцент на слабость национальной экономики из-за скромных показателей инфляции, как следствие низких значений потребительской активности. И еще снова будут обозначены риски, которые имеют место быть на садьевом рынке в отношении молочной продукции. В общем, если эта риторика будет повторена в соответствии с прошлыми комментариями, новозеландский доллар может в моменте потерять больше 50 пунктов. Интересует этот актив, тогда ни в коем случае не упустите это событие. Ну и заключительный, собственно, комментарий. Если у вас, друзья, есть вопросы, думаю, вы все помните, их нужно оставлять на канале на YouTube. Я, как вы знаете, стараюсь отвечать на все. Ни один вопрос, ни один комментарий не остается без внимания. Собственно, к обсуждению присоединяется все больше и большее количество трейдеров. Удачной вам торговой сессии, удачного закрытия торговой недели. Судя по всему, действительно, у нас неделька будет очень хорошей, результативной. Мы уже видим по текущим значениям. Но даже несмотря на приподнятое настроение и расположение духа, друзья, не теряйте бдительности и ни в коем случае не допускайте критических нагрузок на ваш депозит. Как и всегда, контролируйте загрузку и, соответственно, не превышайте плечи. Рекомендовано 1 к 10. Думаю, что те трейдеры, которые торгуют уже в нашей компании, и способствуют тому, что с каждым месяцем мы улучшаем показатели по результативности и успешности трейдеров, знают, что такое кооперативный трейдинг и никогда не поступаются этим классическим правилам не только для рынка Форекс, но и вообще для всех финансовых секций и секторов. Еще раз спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания. Увидимся завтра в прямом эфире в 9.30 по московскому времени.